Ну, в общем, тем не менее... Кино. Кино, да. Пидорасит они это помещение. Пидорасит его, собственно, Пинклэн. Делает, так сказать, финальную пидораску. Простите меня за такое... Опидорашивание. За такое опидорашивание процесса. Ну, и он, значит, вот тут еще давай. Пидорни. Пидорника здесь, говорит Майк. А у Пинклэна, я смотрю, карьерный взлет. Ну, и только Джейси давай рассуждать, говорит. Да, ты же понимаешь, что вот так вот мы тут раком стоим из-за свыка мистера Уайта. Это Пинклэн говорит? Скотина, блин. Стоим раком из-за свыка. Т.е. вообще, как по уму надо бы его хлопнуть, ну, т.е. мочкануть, ну, т.е. завалить. А с другой стороны, а мистер Уайт расстроится и вообще варить перестанет. Что делать? Не знаю. Это он агента завалить хочет? Про кого? Про Хэнка, конечно. Молодец. Он не завалит, он рассуждает. Майка подогревает, так сказать, на некие поступки. Как он будет, старший товарищ выкручиваться. Говорит, ну, не знаю. В сложном бы положении Миша. Михуел, блин. Да. Тогда Майк спрашивает, говорит, а если, говорит, его хлопнут для тебя-то это главное, то, что мистер Уайт, для мистера Уайт это будет проблемой, это да, а для тебя это будет проблемой, спрашивает он тогда. А тогда Джейси говорит... Вот, кстати говоря, разумная мысль. Какая разница, зачем ты меня спрашиваешь? Всем похеру, что я думаю. Молодец. И это правда, всем абсолютно похеру, что он авторитетный персонаж, блин. Обратите внимание, вот все это страдали, что мы Пинкмана все время позиционируем как малолетнего дебила. Ну, какого он сам себя позиционирует, во-первых. Вот, пожалуйста, да. Вот, всем похер, что ты думаешь. В таком-то небывалом авторитете так вообще все окружающие прислушиваются к твоему вескому мнению. Ну, собственно, сам этот пассаж... Понятно, что это он для Михуила говорит, но мента валить в своем уме вообще. Это ж... Вы зачем это сделали? Нету. Дайте ему денег. Начнем отсюда. Дайте денег начальнику, чтобы его перевели куда-нибудь. Лучше начальнику. Да. Дайте еще что-нибудь сделайте. Надо со всеми дружить. Возить в госпиталь курочку. Курочку. И чтобы вот вообще к вам не подходить. Да. А вот это вот валить, это что вообще такое? Не-не-не-не. Ну, это было ведь не дебил. Да? Да. Ну, я, правда, понимаю, что, конечно, он все время... Крупный мазок. Да. Он, конечно, все время пытается достать Майка, чтобы то ли его из себя вывести, то ли какие-то его действия по толку. Ну, постоянно его прощепывает. Зачем? Ну, тоже понятно, зачем. Потому, что он же теперь как бы в коллективе. Да. Он же теперь тоже торпедо видное. Грозный бычара. Пинкман. 60 килограмм ярости, вы понимаете? Вот поэтому вот он там попытается своего, так сказать, непосредственного начальника... Как это? Границы возможного прощепывать. Как молодой бабуин в Тайне. Это тоже понятно. Кстати, к вам очень жизненное наблюдение. Такие люди есть. Всегда. Всегда. Я, как руководитель многолетней клуба военно-историчного, постоянно приходят люди, которые у тебя сильно младше, и среди них обязательно попадается перспективный альфа-самец, который тебя обязательно начинает прощепывать на, так сказать, границе дозвольного. Куда можно заходить? Можно ли тебе хамить? Если можно, то на сколько? Какие шутки ты воспринимаешь, какие нет? Где можно, так сказать, себя отпозиционировать более выгодно? И за этим нужно постоянно смотреть. Если ты хочешь руководить коллективом молодых людей мужского пола, это обязательно. Ну, с женщинами то же самое. Там несколько другие аспекты задействуются. Ну, все то же самое. Многим не нравится, когда про тюрьму вспоминают. Но в тюрьме эта тюрьма, она как скороварка, где граждане в замкнутом пространстве нельзя отбежать. Ровно то же самое. То есть, сидящие в камерах, они этого цирика, которые по галлере ходят, там, а можно так, а можно так, а я вот ногу просуну, а тут башку в кормушку высуну, а тут закричу что-нибудь там, чтобы в соседней камере услышали. И все это постоянно проверяют, проверяют, проверяют. То есть, опалкой тыкают, как ты? А тут как? А тут как? И большинство, вы не поверите, действует весьма успешно. Посмотрим, что же там? Пинкман. Да...